Терапия будет долгая, пожалуй, единственное, что говорят врачи родителям девочки, пострадавшей на батуте. Спустя почти месяц она все еще в больнице. У ребенка было сломано бедро. Девочку прооперировали, поставили пластину, и через пару месяцев ее прооперируют, чтобы пластину убрать. Долгое время ребенок не слышал, у нее был разрыв барабанных перепонок, и то, что она узнала маму и папу, врачи поняли по учащенному сердцебиению. Сейчас, к счастью, слух возвращается, но самая тяжелая травма в другом. Она ртом шевелит, губками, но звука у нее нет. Единственный у нее звук – это хныканье выходит. Вот такое вот. То есть это физиологическая причина, а не психологическая? Мы не знаем, потому что основание черепа тоже треснуло, кость основания черепа. А именно в этой части мозга отвечают рецепторы за речь. Напомним, ЧП произошло 30 мая. Батут просто взмыл воздух вместе с детьми. Для двух девочек все завершилось трагически. Они выпали из аттракциона с высоты нескольких метров на трамвайные пути. Среди них и дочь Марины. Помнит ли ребенок тот страшный момент, никто не знает, ведь она не может говорить. А родители, чтобы не травмировать ее, не употребляют слов «батут» и «прыгать». При этом мама девочки подчеркивает, что ее ребенок точно знал, что и как нужно делать на таком аттракционе. Мы дома проговариваем постоянно вот эти правила, что Вика, там нельзя проносить предметы, нужно обязательно разуваться, что нужно быть аккуратным. Я всегда говорю, если взрослые детки там прыгают и катаются, не подходи к ним, просто в другом уголочке где-то играй. То есть у меня ребенок настолько знает батуты, мы очень часто ходили, то есть два-три раза в месяц мы стабильно ходили летом. Даже может быть даже чаще. И я говорю, и вот вспоминая тот день, ну просто вот каждую минуту прокручиваешь в голове, ну не было такого, чтобы я что-то заметила и махнула рукой и отдала ребенка. Я была в полной уверенности, что все в порядке, все в безопасности. У меня даже не было мысли там посмотреть эти крепления или посмотреть, я не знаю, вообще про что-то проверить. В моем понимании, если человек занимается таким бизнесом, то какая-то, не знаю, совесть, наверное, может быть, должна быть и ответственность о том, что, ну это не для взрослых бизнеса, это все-таки для детей. Сейчас все еще проходят проверки по факту ЧП, но суд в любом случае назначат после выписки ребенка из больницы. Не так давно стало известно, что владельцы батута предложили выплатить семьям пострадавших компенсацию общей суммой в 2 миллиона рублей. Так как у нас травмы более серьезные, сказали Вике, компенсация будет чуть больше, чем у второй девочки. Вот, но это будет первое, это единоразовая выплата, и мы подписываем соглашение, что мы больше не имеем претензий, не имеем права просить денег. Мы сразу сказали, что мы подумаем, мы не готовы соглашаться на такие условия просто потому, что мы не можем оценить сейчас, какая будет, я говорю, какое будет лечение, какая будет реабилитация. Сколько девочка пробудет на лечении, неизвестно. Оплачивают его по квоте, а вот реабилитация, если ребенку не поставят инвалидность, ляжет на родителей. И продлится она несколько лет. Бассейн, массаж и прочее. Выдерживать все это сложно и ребенку, и родителям. У меня пропало молоко для грудного ребенка, у меня постоянная бессонница, то есть даже если я дома с маленькой, она спит, я не могу уснуть. То же самое мужу Вики, я его спрашиваю, там, пишу ночью в 2-3 часа ночи спите, он, Вика спит, я не сплю. Мы решили тоже вот сейчас обращаться к врачам, чтобы нам как-то тоже помогли, потому что если мы свалимся, детям никто не поможет. Чтобы вы понимали ситуацию, Марина официально в декрете, а ее супруг ушел с работы, чтобы ухаживать за дочерью в больнице. Им помогают родственники и неравнодушные горожане, которые увидели телефон мамы в соцсетях. Все эти деньги семья не тратит, а откладывает на реабилитацию. Марина очень скромный человек, и она нас ни о чем не просила. Но если вы можете помочь им в такой непростой ситуации, переведите любую сумму на счет, привязанный к этому телефону, это номер женщины. А мы лишь добавим, что следствие по делу с батутом все еще продолжается. Как и проверка батутов региона, скоро результаты будут озвучены.